Далее, чтобы мы не пугались, когда Господь призывает нас что-то делать. Есть послание к филиппийцам, 1 филиппийцам, 5 глава, 24 стих. Ой, фессалоникийцам, прошу прощения. Что, 1 филиппийцам нет? 5, 24. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. То есть, как мы вчера говорили, Бог призывает человека, основываясь на том, что он его предузнал, значит, и когда человек избранный, предопределен для определенных вещей, в его жизни начинают происходить чудесные дела, чудесные вещи. Секунду. И все то, что происходит после избрания, это, опять же, не результат действий самого человека. Человек лишь проявляет послушание и доверие тому, кто призывает. Но совершает все это Господь. Его благодать делает все это. Поэтому мы видим этот стих. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. И поскольку есть люди, которые все-таки могут где-то как-то еще и засомневаться, значит, есть вот такой вот совет, вот Дерек Принс в своей книжке, в частности, вот после 50 лет служения, значит, он говорит, есть очень классный совет, который могу дать вам. Отврати свой взгляд от себя и своих собственных способностей и доверься всемогуществу Бога. Потому что для него нет ничего невозможного. Также Давид, Псалом 36, 5, говорит, говорит, придай Господу путь твой и уповай на него, и он совершит. Да. И вот Дерек Принс из своего опыта говорит, я могу засвидетельствовать, этот принцип действует. То есть 50 лет практики это, по сути, он отработал 49 лет, 7 седьмин, и вошел в юбилейный год, и он может сказать, таки да, таки работает. Отврати свой взгляд от себя и своих собственных способностей и доверься всемогуществу Бога. Опять же, возвращаемся немножечко к теме остатка. Значит, из послания к римлянам 11, 26, мы для себя выяснили, что весь Израиль спасется, однако в римлянам 9, 27, тот же Павел говорит, остаток спасется. То есть, другими словами, весь Израиль, который будет спасен, будет остатком, который предназнал Бог. Значит, это такие места Писания, как Сафония, 3, 12, 13, и Захария, 13, 13 глава, 8, 9, утверждают, что избранные от Израиля будут остатком примерно одна треть. Значит, и мы также видели, что основа отношений Бога к Церкви та же самая, что и к Израилю. Поэтому нам необходимо задать себе жизненно важный вопрос. Будет ли спасенная Церковь также остатком? Значит, Бог обещает истинно славное будущее Израилю, но Он также предупреждает, что спасенный остаток Израиля пройдет через интенсивное давление, чтобы они стали тем, кем Он предназначает им быть. Выйдет ли Церковь таким же образом, как остаток, который должен быть очищен в огне не меньшей интенсивности? Значит, и мы видим, значит, в Евангелии от Луки, 13 глава, 24 по 27 стих. Что говорит Ишуа? Прочитай. 24-27. Да. 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 Обногорные проповеди. Матфея, 7 глава, 21-23 стих. Тоже есть интересное предупреждение Ишуа. Матфея, 7 глава, 21-23. Значит, смотрите, может кто-то уже слышал обсуждение этого вопроса. Тут вот можно задать такой вопрос. Как вы думаете, вот эти люди, которые пришли к Господу и говорили, Господи, Господи, нет, Твоего ли имени, были ли они рождены свыше? Тех, кто знает, я прошу помолчать. Все знают? Не были? Почему ты так думаешь? Были ли они рождены свыше, вот эти люди? Почему нет? Ты же понимаешь, что после каждого твоего ответа будет следующий вопрос. Можно в микрофон? Давай конкретно по описанию. Значит, я задам наводящий вопрос. Помнишь, когда Ишуа обвинили, что он изгоняет бесов силою Вильзевула, князя Бесовского? Он что на это ответил? То есть вопрос, можно ли изгнать беса каким-то другим духом, не духом святым? Сложный вопрос. То есть на основании утверждения Ишуа бесов можно изгонять только духом святым. Отсюда мы делаем, что эти люди, которые обращались к нему, они были рождены свыше, они были в свое время исполнены духом святым, и именно духом святым они и пророчествовали, и бесов изгоняли. Значит, но вот почему часто утверждают, что эти люди не были рождены свыше, потому что написано, я никогда не знал вас. Но в оригинале стоит слово, которое означает, я никогда, я не познал вас. Там говорится о близких, о личных, о интимных отношениях. То есть это люди, которые были рождены свыше, но которые не заботились о том, чтобы иметь близкие отношения с Господом. И отсюда родилось беззаконие в их сердце, которое Господь видел. То есть рождение свыше, оно не дает стопроцентной гарантии, что мы войдем в Царство Божие. Только лишь при одном условии, что мы оказываемся верными Господу, что мы ищем отношений с Ним. Потому что Ишуа на кресте умер для одного, чтобы восстановить отношения с Отцом. Человеческие отношения с Отцом. Ради отношений Господь сотворил нас. Ради отношений Он послал Сына Своего. И если мы, восстановив с Ним отношения, не заботимся о том, чтобы их хранить, то в конечном итоге в нашей жизни появляется беззаконие. И в конечном итоге мы можем услышать фразу «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». А в послании к евреям 12.14 говорится «Без святости никто не увидит Господа». Значит, а в 24-й главе Евангелия от Матфея, стих 4.13, Ишуа открывает еще один признак, характеризующий Божий выбор. И в определенном смысле условия для того, чтобы действительно совершить свое спасение. Это долготерпение. Давайте откроем Матфея 24 глава с 4 по 13 стих. 24 глава с 4 по 13 стих. Все сказал им в ответ. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Это да? Да. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о военных и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быту, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения, убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и перельстят ноги. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется, и проповедана будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной, во вседетельство всем народам, и тогда придет конец. То есть, видите, пик проповеди Евангелия Царства, то есть наиболее интенсивная проповедь будет происходить именно тогда, когда будут происходить вот все эти ужасные события. Мы знаем, что это уже было в истории церкви. Были и гонения, и убийства массовые, и вот все, что тут описано. И при всем при этом это еще имеет место повториться. И Ишуа говорит, претерпевший же до конца спасется. И давайте мы посмотрим на такие интересные вещи. Вот 9 стих. «Тогда будут предавать вас, и вы будете ненавидимыми всеми народами, за имя мое». О каких людях здесь говорится? Ясно, что это христиане, страдающие за имя Его. «Тогда соблазнятся многие, и друг друга предавать будут, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут, прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Это речь идет о верующих. Это не говорится о беззычниках, это о верующих говорится. И из последнего стиха, предпоследнего, который вот мы сейчас прочитали, «Претерпевший же до конца спасется», мы видим, что терпение до конца является требованием для спасения. Именно те, кто претерпел до конца, будут иметь ценность в глазах Божьих. То есть мы видим, что, в принципе, фраза «Ты приготовил нас, как овец, обреченных на заклание», ее можно отнести не только к евреям, а ко всем тем, кто принял Ишуа как своего Господа. Мы знаем, что даже в наше время сейчас есть страны, где оказывается очень серьезное давление, и происходит гнение на верующих в Ишуа. В Советском Союзе, то есть это было вот в нашей стране совсем недавно. То есть кто-то, может, даже застал еще это время. На самом деле, за веру в Господа и сажали, и убивали. Да, да. И за всеми этими испытаниями стоит небесная цель – подвергнуть им и иудеев, и христиан. И по мере приближения конца этого века, я имею в виду не 21 века, а вот как бы этого времени, в которое мы живем, Бог намеревается произвести народ своего имени, который будет способен принять участие в его царстве в вечности. Поэтому он не будет оберегать свой народ от любых испытаний, необходимых для выработки истинного посвящения и необходимого ему характера. Церковь сталкивается с таким же периодом испытаний, как и Израиль. То есть тешить себя надеждой, что это пролетит мимо, просто бессмысленно. Поэтому для христиан не время стоять сзади и говорить, пусть евреи проходят через эти испытания, они заслужили их. Скорее, все мы, и евреи, и христиане должны задать себе вопрос, готовы ли мы пройти через все, чтобы стать тем, что намеревается сделать из нас Бог. И те, кто найдут правильный ответ на этот вопрос, они смогут разделить славу Божью и его царствие. Теперь мы подошли, в принципе, к тому, для чего мы все это вот всю неделю изучали. Чего же на самом деле от нас требует Господь в это время и в те времена, которые грядут? Каким должен быть наш ответ? Удивительным образом мы возвращаемся к тому самому месту, с которого мы и начинали все. 2 Петра, 1 глава, 19-21. 2 Петра, 1 глава, 19-21. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божьи и человеки, будучи движимы духом святым. Я хочу вас обрадовать, что целую неделю мы хорошо делали. Ну, тут так написано. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику. То есть, как минимум неделю мы провели со смыслом. Это слава Господу. И мы можем действительно посмотреть и вокруг себя, и мы можем, как люди духовные, видеть, что происходит в сердцах людей этого мира. Это действительно то, что вот это вот место говорит, значит, темное место. На самом деле цивилизация достигает все больших высот, казалось бы, а моральный облик человека все ниже и ниже падает. И человечество на самом деле все больше и больше погружается во тьму. Помните вот это вот место из порочества? Тьма покроет землю и мрак все народы. А над тобою воссияет Господь. Значит, и смотрите, в притчах 14 глава 26 стих. Написано, в страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежище. То есть, где мы можем действительно устоять против всего этого? Только в Господе. Да я когда был неверующим, мне несколько раз снились сны, как я потом понял, когда уже стал верующим, что это были как пророческие сны, через которые Бог пытался достучаться до меня. И один из снов был примерно такой. Значит, за мной гнался дракон. Значит, причем такой реальный дракон. Один коготь этого дракона был вот такого размера. Можете себе представить. Ну, то есть, это вот во сне, вот как я видел. Значит, я убежал в какую-то башню. Ну, то есть, реально это вот было такое вот как бы здание, как башня, значит, с такой спиральной лестницей. И были окна с обычными стеклами. Я раз через окно смотрю, как он прибежал к этой башне. И вот он замахивается этой лапой, откуда я увидел размер вот этого, этих когтей. И вот он в это стекло, я думаю, он же сейчас не только стекло. Вот этой вот лапищей, он снесет всю башню, и меня в том числе. И я смотрю, он этой лапой даже стекла разбить не может. И знаете, вот страх постепенно проходит, я понимаю, что вот в этой башне истинное спасение. Что оказывается, я нашел место, где я могу укрыться от этого дракона. И я скажу, что пророчески это действительно, действительно было, был Господь, который меня сохранил до времени моего спасения. То есть я еще тогда не обращался к нему, не взывал, не искал его, но он тогда уже заботился обо мне. И вот в этом сне он показал. То есть на самом деле, против Господа никто не устоит. Если Бог за нас, кто против нас? Только в Боге есть надежда спасения. Послание к евреям 10.35 Итак, не оставляйте упования Вашего, которому предстоит великое воздаяние. В этом средоточии напряжений и враждебности, которые никогда не ослабевают, пророческое слово постоянно предусматривает источник глубокой, непрекращающейся надежды. По мере развертывания событий мы все более и более ясно видим, что Бог постоянно в работе, согласно Его обещанию, данному через пророка Иеремию. Первая глава, 12 стих. Бог говорит, я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось. То есть, все то, что Бог обещает в Писании, мало того, что оно таки действительно исполнится, оно исполнится не само собою. Бог говорит, я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось. То есть, Бог заинтересован в том, чтобы исполнилось Его Слово. Если он в этом заинтересован, стало быть, оно таки действительно исполнится. Какой же тогда должна быть наша позиция по отношению к развитию событий на Ближнем Востоке, то есть то, что разворачивается вокруг Израиля? Я вам скажу, интересу ради можете поспрашивать людей неверующих, которые интересуются новостями, а новости много внимания уделяет Израилю, что они думают об Израиле. Я вам скажу, что, к сожалению, большая часть людей Израиль считает узурпатором, оккупантом и так далее и тому подобное. То есть, явно враждебно настроены против Израиля. Почему? По одной простой причине. Они руководствуются не писаниями, не замыслом Божьим в отношении этого народа. Они руководствуются средствами массовой информации, которые принадлежат этому миру. Понимаете? То есть у мира одна цель подготовить сознание человечества к тому, чтобы в конечном итоге ополчиться против Израиля и уничтожить его. Значит, что же нам говорит Бог по этому поводу? Давайте откроем 43 главу Исаии, 5-6 стих. Так говорит... И вот две последних географических области обозначены север и юг. Для понимания направлений компаса, как ссылается на них Писание, нам необходимо мысленно поместить себя в центральную часть всех библейских откровений, то есть страну Израиля. Таким образом, север – это страны к северу от Израиля, главным образом западная половина бывшего Советского Союза. Украина, кстати говоря. Значит, юг, то есть к югу от Израиля, главным образом восточная половина Африки. В годы, последовавшие за 1989-м, происходило драматическое исполнение этих особых пророчеств. К концу 1991-го года почти 400 тысяч евреев вернулись в Израиль из бывшего Советского Союза. И 20 тысяч из Эфиопии. В обоих этих государствах под влиянием коммунизма существовали сильные политические круги, противодействовавшие освобождению евреев. И все же неожиданно оппозиция была устранена, и путь к освобождению евреев был открыт. Решающий фактор, приведший в действие этот механизм, был не политический, а духовный. Это было пророческое провозглашение Бога. Северу скажи – отдай, и югу не удерживай. Когда пришло время исполнения этого пророческого слова, даже сильнейший и наиболее упорный из правительств должно было склониться перед ним. У севера больше не было альтернативы, кроме как отдать их. Юг более не способен был удерживать их. Все это произошло за несколько последних лет. Христиане окружающего мира видели исполнение пророчеств из Исаии, которые мы только что прочитали. Соответственно, они постановили себе серьезным образом молиться за исполнение данных им обетований. Исторический результат является демонстрацией того, что сила молитвы верующего, основанная на Писании, в конечном итоге неотразима. Далее давайте откроем Иеремию, 30 глава, 3 стих. Ибо вот наступают дни, говорит Господь, тогда я возвращу из плена народ мой, Израиля и Иуду, говорит Господь, и приведу их опять в ту землю, которую дал отцам их, и они будут владеть ею. Далее Иеремия описывает тройной ответ, который Господь требует от тех, кто принял это пророческое слово в восстановлении Израиля. 31 глава Иеремии, 7 стих. Ибо так говорит Господь, радостно пойте об Иакове и восклицайте предглавую народов. Провозглашайте, славьте и говорите, спаси, Господи, народ твой, остаток Израиля. У меня вопрос, к кому обращены эти слова? Как вы думаете? Кому вот с этими словами обращается Господь? Ну, явно не евреям. Потому что говорит, пойте об Иакове. Значит, вопрос, перед кем предстоят эти народы? Пред главою народов. То есть это Ишо. Потому что Ишо говорит, да на мне всякая власть на небе и на земле. И что здесь Господь предписывает народам? Пойте, восклицайте, провозглашайте, славьте и говорите, спаси, Господи, народ твой, остаток Израиля. Таким образом, здесь указаны три пути, которые требуются от нас для того, чтобы мы были в правильном положении пред Господом. Первое – это провозглашать. Второе – славить. Третье – молиться. Значит, провозглашение – это одно из видов духовного оружия, которое имеет силу. В Божье намерение не входит, чтобы Его верующий народ оставался пассивным наблюдателем на обочине истории. Он ожидает от нас, чтобы мы взяли жезл Его слова и протянули его с сильным провозглашением против любой силы и любой ситуации, которая сопротивляется Его планам. Мы помним, когда Бог решил вывести свой народ из Египта, значит, Он дал Моисею жезл, и каждый раз, когда Моисей протягивал этот жезл, Он что-то провозглашал. Так вот, для нас сейчас этим жезлом является Слово Божье, и провозглашая Слово Божье пред Господом, значит, мы делаем те же самые действия, которые производил Моисей. И мы знаем, что провозглашение Моисея, по Слову Божьему, имело силу и имело действие. Точно так же и наше провозглашение, оно возымеет действие. Достаточно, кстати говоря, вспомнить такой момент, что вот 18-19 век, значит, они были интересными в плане пробуждения в еврейской среде и в христианской. Причем я вам скажу, что, значит, инициатива все-таки изначально начала происходить в христианской среде. То есть, когда началась реформация, когда христиане начали обращаться к Писанию и увидели, что у Бога есть особое отношение с Израилем, и христиане начали менять это и начали молиться об Израиле. В Израиле, в самом еврейской среде начали происходить перемены. Помимо этого, зарождение сионизма, как таковое, я считаю, оно является результатом молитв за Израиль тех христиан, которые следовали Писание и которые начали молиться по Слову Господне. Значит, Иеремия, 31 глава, 10 стих. Слушайте Слово Господне, народы, и возвестите островам отдельным, и скажите, кто рассеял Израиль, тот и соберет его, и будет охранять его, как пасты из стада своего. То есть, другими словами, мы видим, что Бог дает нам Слово для языческих народов, и заключается оно в простой истине. Тот, кто рассеял Израиль, тот его и спасет. И мы изучали уже некоторые аспекты этого спасения, значит, где Господь говорил, что вот не за ваши заслуги, чтобы вы не хвалились, чтобы вы не гордились, сделаю ее это только лишь ради имени моего, которое вы бесславили среди других народов, для того, чтобы восстановить славу своего имени среди тех же народов. То есть, тем, что Бог спасает Израиля, Он восстанавливает славу имени своего, которое народ Израиля осквернил среди тех же народов. Все делает Господь ради славы своей, чтобы никто не хвалился. И это слово должно быть провозглашено языческим народом до самых отдаленных частей земли. Все народы земли должны быть поставлены перед фактом намерений Божьих относительно Израиля. Выражение «Тот, кто рассеял Израиль, соберет его» в оригинале выражается тремя словами, то есть на иврите. Моцарех, Исраэль, Екабетцену. Моцарех означает рассеявший, Исраэль – это Израиль, Екабетцену соберет их. Весьма интересно, что глагол Екабет имеют непосредственную связь со словом кибуц. Это почти как бы Бог сказал, «Когда я приведу их обратно, я соберу их в кибуцы». И мы знаем, что Израиль, когда собирался, то вот движение кибуцев, оно было такое очень сильное. Это сообщение само по себе достаточно просто. Ну, то есть то сообщение, с которым Бог нас посылает к другим народам. Значит, оно заключает в себя три момента. Момент первый – Бог рассеял Израиль, то есть выселил их из их собственной страны. Момент второй – тот же Бог, кто рассеял Израиля, вновь их и соберет в их собственную страну. И момент третий – Бог не просто соберет их, Он также будет охранять их. Таким образом, последующая безопасность Израиля гарантируется самим Богом. Сейчас Израиль в отчаянном положении, но нам нет необходимости беспокоиться за исход событий. Ибо тот самый Бог, который собирает Израиль, будет также защищать их. Будем же провозглашать это громко и неустанно. Каким образом мы можем это делать, когда мы сталкиваемся со своими неверующими, знакомыми, друзьями, когда заходит разговор о судьбе Израиля, мы должны провозглашать Божью истину. Для чего? Я вам объясню. Когда Ишуа вернется, если к тому времени эти люди не покаются, они обязательно вспомнят то, что мы им говорили. Это обязательно Дух Святой им напомнит. И у них будет шанс спастись, преклонив колени пред Господом тогда, когда Он явит свою славу. Понимаете? То есть мы совершаем пророческие действия, когда мы возвещаем волю Всевышнего в отношении Израиля. И то, что Он предрек. Тем самым мы помогаем этим людям спастись. Понимают они этого или нет? Вопрос к Богу. Тем не менее, этот отрывок, вот Иеремия 31.10, лишь один из бесчисленных отрывков Писаний, которые могут быть использованы в провозглашении воли Божьей относительно Ближнего Востока. Вот еще три других отрывка, которые говорят о том же. Значит, Псалом 128 с 5 по 6 стих. Читайте. Да постыдятся и обратятся назад все ненавидящиеся Он. Да будут, как трава на кровлях, которая прежде, нежели будет исторгнута, засыхает. Все ненавидящиеся Он – это краткое описание различных сил, выступающих в настоящее время против Израиля. Далее. Псалом 124, 3 стих. Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных, дабы праведные не простерли рук своих беззаконних. То есть, понятно, Бог в первую очередь заинтересован, чтобы мы сохраняли свое праведное положение пред Ним. И поэтому Он делает все от Него зависящее, значит, чтобы это действительно сложилось. Значит, и понятно, что жезл нечестивых, значит, это описание той власти, которая выступает против Господа. Значит, и 32-й Псалом с 8 по 12 стих. Добоится Господа вся земля, да трепещут перед Ним все, живущие во вселенной. Ибо Он сказал и сделалось, Он повелел и появилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народа. Совет же Господень стоит вовек, помышления сердца Его в рот и рот. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в последии Себе. Вот недвусмысленное провозглашение, что Божье Слово произвело мир в существовании, и что это же самое Слово, которое направляет ход истории. Народы и их правительства могут держать свои советы и издавать свои декреты, но везде, где они оказываются против пророческого Слова Божьего, они не приведут ни к чему. Да исполнит все свои планы и свои обетования относительно... Бог исполнит все свои планы и свои обетования относительно Израиля и относительно Церкви. Следующий пункт, который мы будем рассматривать, это славьте. То есть мы сейчас рассматривали провозглашение воли Всевышнего. Второе – славьте. Значит, в Псалме 8.3 Давид говорит Господу. В 8-й Псалом, 3-й стих. Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов своих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. В оригинале, тут где стоит слово «хвала», в оригинале стоит «сила». То есть другими словами, из уст младенцев и грудных детей ты устроил силу, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Есть еще одно место, это, по-моему, Ниемия, в 8 главе, кажется, где говорится, значит, радость пред Господом подкрепление ваше. Значит, что же это такое исходит из уст и образует силу Божьего народа? Точный ответ на этот вопрос дает сам Ишуа. Матфея, 12 глава, 15-16 стих. Когда первосвященники и книжники вознегодовали, услышав детей, восклицающих в храме Осана сыну Давидову, и хотели, чтобы Иисус заставил их замолчать, Иисус сослался именно на слова этого псалма. Разве вы никогда не читали из уст младенцев и грудных детей «Ты устроил хвалу»? И интересно, что в этой цитате Иисус сам лично сделал примечательную замену. Вместо слов «Ты устроил силу», как в еврейском оригинале, Он сказал «Ты устроил хвалу». Этот небесный комментарий открывает, что устроенная сила – это устроенная хвала. То есть, когда мы славим Господа, из наших уст проистекает сила, которая повергает нашего врага. Причем это сила, которая, высвобождаясь даже из уст самого слабейшего младенца или грудного ребенка, она заставляет замолчать врага и мстителя. Естественно, мы здесь имеем в виду главного врага человечества и Бога, мы имеем в виду Сатана. Продолжение следует...